Сегодня ее участники в Москве провели первое совещание и наметили концепцию доклада главы государства. Его темой будет повышение эффективности использования госимущества. У нас имущество делится на две или три группы. Имущество, от которого дохода никогда не будет и нету по его технологическому использованию, или то имущество, которое может давать доход. Если имущество дает доход, кому оно нужнее? Федеральному центру или субъекту Российской Федерации? И вот эта тема сложная, и мы понимаем, что выносить ее на госсовет надо. Рабочую группу госсовета предложено возглавить главе администрации Краснодарского края Кондратьев Вениаминович. Я хочу поблагодарить за то, что он за это дело взялся. Государство должно не только обеспечить сохранность имущества, которое находится в госсобственности, но и обеспечить, в первую очередь, его эффективное использование, этого имущества. И это имущество должно приносить, пусть хотя бы не максимальную прибыль, но прибыль. А сегодня в лучшем случае, что делает государство, это сохраняет имущество в госсобственности. Самый главный вопрос, какое имущество считать, на мой взгляд, государственным, и какое имущество на самом деле необходимо для выполнения государственных полномочий, функций самого государства. Мы на примере Краснодарского края видим достаточно много имущества, в том числе и детские сады брошенные, и даже лагеря пионерские еще в советское время брошенные, и у Министерства обороны тоже много территорий, которые просто огорожены, и я не знаю, какие там цели, конечно, мы не специалисты, но вряд ли можно оценить, относятся они к обороне или нет. Поэтому я считаю, все-таки попытаться подойти к критерию, что относится и что является относливым, а что является просто как бы непрофильным, как принято говорить. По мнению губернатора Кубани, земельные и имущественные потенциалы государства сегодня реализуются не так эффективно, как могли бы. Причиной тому некоторые несовершенства законодательства. Так, например, на федеральном уровне до сих пор не принят общий для регионов закон о казне и не установлены ограничения по нахождению в ней госимущества. Кроме того, в повестку Госсовета Вениамин Кондратьев предложил включить вопрос предоставления земли фермерам без торгов. Мы рассматриваем фермеров как, в принципе, очень реальную экономическую силу для нашего региона. И поэтому возможность предоставления фермерам земли без торгов для нас очень актуальна. Они не могут попросту не участвовать ни в каких торгах, потому что корпорация тут же слизывает землю автоматически, можно сказать. Поэтому можно в законе прописать или в эти цитаты, чтобы предусмотреть, сколько, в крайнем случае, 50 гектаров, 100 гектаров, 300 гектаров. Но право у фермеров получать землю без торгов должно быть. То есть это есть своего рода социальная ответственность государства перед селянином. Очень важно еще, с почерпой, для меня, как губернатора, защитить, понятно, краевых наших кубанских фермеров с тем, чтобы у них право получения земли без торгов все-таки появилось. Заседание Госсовета по вопросам госимущества планируют провести осенью до этого. Назначено еще несколько встреч участников рабочей группы, на которых будут дорабатывать основные вопросы и задачи заседания.